Привыкли болтать не весь что. Но ведь Никонов это не Никонов. Это не некий человек с фамилией Никонов. Безответственно. Ну и получили. МИД наш тоже завибрировал. Известный российский журналист и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал нашумевшее заявление депутата Госдумы Вячеслава Никонова о территории Казахстана. На минувшей неделе это вызвало шквал недовольства в республике и дошло до того, что МИД Казахстана отправил соответствующую ноту. Алексей Венедиктов во время прямого радиоэфира и онлайн-видеотрансляции в частности отметил, что следил за реакцией на высказывания российского депутата. И, характеризуя слова Никонова, заявил, что некоторые привыкли болтать не весь что. Я точно комментировать не буду. Но это вызвало реакцию. Да, реакцию буду. Я знаю. Я следил. Реакцию привыкли болтать не весь что. Но ведь Никонов это не Никонов. Это не некий человек с фамилией Никонов. Никонов, во-первых, депутат Государственной Думы. Во-вторых, функционер правящей партии и председатель комитета от правящей партии Государственной Думы. И, в-третьих, внук Молотова, который своим пактом с Риббентропом, ну, понятно, что это Сталин и Гитлер, тем не менее, они занимались переделом территорий. Поэтому это вызвало тройную болезненную реакцию. Ну, вообще, привыкли болтать, не проверяя, вот так же, как нам иногда пишут, а вот такое случилось там. А вот пишут, да. Вот привыкли болтать безответственно. Ну, и получили, МИД наш тоже завибрировал в бешенстве от того, что Никонов туда пошел, в эту зону. Ну, хорошо, дали по языку. Хорошо. Наши дали. Канал Максимум напоминает, что сам Алексей Венедиктов в 2015 году в своем твиттер разместил провокационную реплику о Казахстане. Казахстан переходит на латиницу к 2025 году. А Северный Казахстан. Написал он, после чего на него обрушилась волна критики. А так, ранее председатель комитета по образованию и науке Государственной думы РФ и ведущей программы «Большая игра» Вячеслав Никонов в эфире Государственного российского Первого канала заявил, что Казахстана просто не существовало. Северный Казахстан вообще не был заселен. Казахстана просто не существовало. Северный Казахстан вообще не был заселен. Но Казахстан и так далее. Они существовали, да, они существовали гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России, Советского Союза, там. Ну и так далее. Среднеазиатские, ну, там тоже сложные моменты. там вообще государство национальное. Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче «Большая игра». Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить самое теплое чувство в адрес братского народа Казахстана, написал Никонов в своем телеграм-канале. После высказывания Никонова в Министерство иностранных дел Казахстана был приглашен временный поверенный в делах Российской Федерации Александр Комаров. Ему была передана нота протеста, а также озвучено предупреждение о недопустимости подобных высказываний со стороны российских политиков. Было отмечено, что участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между нашими государствами. Однако позже еще один российский депутат Евгений Федоров опубликовал мнение, что Казахстан должен вернуть России территорию. Друзья, и наши подарки не цените, так вы нам руки развязывайте, ребята. То есть последний аргумент морального плана упал после заявления казахского МИДа. А это означает, что Россия должна потребовать, раз вы это не признаете подарком, значит тогда отдайте. Таким образом мы Казахстану должны сказать, восстанавливайтесь в составе единого государства, например, в союзном государстве, и тогда можете оставить свой город, видный, назвав его Алмата. Провокационное заявление о Казахстане поддержал и Владимир Жириновский. Он все правильно сказал. Никонов очень грамотный человек, занимается этим, был бы жив дедушка его, Молотов Вячеслав Николаевич, он бы подтвердил это. Там Россия, Уральск, Семипалатинск, Петропавловск, причем здесь Казахстан, заявил Жириновский. По его утверждению, казахские племена кочевали там, в Средней Азии. И там все было перепутано, где киргизы, где казахи, где каракалпаки, где тантуранцы, муранцы и так далее. Но государства с границами, с правительством не было, это все создала искусственно советская власть. Так они продолжают обвинять Никонова. Ну что, еще заставите его извиняться за то, что живете на русских землях. А русские там как появились, что они там, с неба прилетели что ли, утверждает Жириновский. Российская новая газета посвятила скандалу обложку нового выпуска. Издание пишет, что российские дипломаты делают все, чтобы у страны вообще не осталось никаких союзников в мире. СМИ не сообщали о реакции российского МИД. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова